Блокер Тов, друзья, шаббат шалом, мы с вами сегодня начинаем новый пэрэк, новую главу трактата Бава Батра, пэрэк Вав Мишна Алиф. Итак, говорит Мишна Амуй Хэр Перот Лехав Ростам. Если человек, да, опять-таки, законы купли-продажи, человек продает другому плоды, и продает ему просто так, не уточняя, он не уточнил, он продает эти плоды для посева или для еды. А покупатель взял и посеял их, да, например, я продавал пшеницу, я не сказал, может, я ее для помола, для хлеба продаю, или для посева. Человек купил ее и посеял, и ничего не взошло. Тогда продавец может сказать покупателю, да, слушай, а я и не продавал тебе ее для посева. Видимо, при посеве какой-то, может быть, да, не знаю, другой ссор должен быть. Но он ему может сказать, слушай, ну я и не утверждал, что это для посева. А Филу, да, в энкан мекахтаут, и это не будет являться ошибочным приобретением. Мы знаем, что существует закон, что если тебя при сделке, при покупке обманули, ты покупал одно, а тебе продали другое, ты имеешь право ретроактивно сделку отменить. Здесь же такого права нет, потому что человек скажет, слушай, а ты не спрашивал, я тебе продавал, да, пшеницу, пшеницу, надо было хлеб делать, а ты решил ее сеять, ну да, она не для посева. А Филу зеропиштан, и даже если он продавал ему льняные семечки, которые на самом деле в большинстве случаев не покупают, а именно как для посева, все равно есть оправдание у продавца, он может сказать, а я продавал для еды. Да, то есть даже большинство тут не работает, потому что некоторые люди их тоже едят. Потому что в имущественных делах мы не полагаемся на большинство, не идем за большинством. Поэтому даже относительно льняного семечка человек может сказать, а что ты от меня хочешь? Ну да, я продавал для еды. Да кто продает для еды? Все продают для этого. Он говорит, слушай, ну все, но не все. Да, иногда бывает, что кто продает для еды, люди это кушают тоже. Вот я так и делал, ты меня не спросил, я тебе продал. Если человек продавал садовые семечки, несъедобные, даже если он считал продажу, ничего не объясняя, и человек их посадит, а ничего не взойдет, и на нем лежит ответственность, да, потому что это мекахтаут. То есть если вообще ты продаешь что-то несъедобное само по себе, а оно пригодно только исключительно для посева, тогда уже тебе сказать нечего. Если человек, купив это, посеял, и у него ничего не взошло, да, это считается обманным приобретением, что вода или зря махрано. Очевидно, что ты продавал это для посева, но ничего не взошло. А в Танакамо Суперках, на самом деле даже Танакамо, наша Мишина и так же считает. Просто согласно мнению Танакамы, продавец не возвращает покупателю, а только средства за эти семечки, только. А по мнению Робана Шимона Абдамлиэля, он обязан вернуть ему также то, что он потерял при посеве. Но Аллаха не идет, по мнению Робана Шимона Абдамлиэля. Которые объясняют согласно Талмуду, что на самом деле вся наша мечта идет, по мнению Робана Шимона Абдамлиэля. И вот как ее нужно читать. А мухер перот на хаверо вело цимху. Если человек продал плоды своему товарищу, извиняюсь, семена своему товарищу, и те не взошли. Даже если это были льняные семечки. Продавец ответственности не несет. Но если речь шла о семенах для сада, которые вообще несъедобны, тогда он отвечает за то, что продал. Потому что говорил Робан Шимон Абдамлиэль, что все семена садовые, которые несъедобны, они, да, то очевидно, что они продаются для посева. И поэтому, если человек, купив их, засеял, ничего не получил, ответственность будет полностью лежать на продавце. И он должен будет возместить покупателю стоимость семян, которые тот ему уплатил. Да, по другому мнению, Робан Шимон Абдамлиэль, да, не просто стоимость, но и все его потери, связанные с посевом. А как мы будем точно знать, семена были плохие, либо просто урожай не зашел? А как урожай не зашел? Не знаю. Земля не плодородная, менее плодородная, может быть. Мало дождей было и так далее. Я думаю, что не взошел, имеется в виду, прямо не взошел. Ты знаешь, вот семечки, их тяжело отличить. Есть семечки, которые не плодоносят вообще. То есть ты их в землю кидаешь, у тебя просто ничего нет реакции. Они выглядят так же, как семечки, которые будут прорастать. Но это уже тогда просто обман. А он говорит, я тебя не обманывал? Я тебе для еды продавал? Я же не говорил, что это для посева. Теперь он имеет право на это, так сказать. Единственное, когда он на это право не имеет, когда это несъедобно. К этому скажут, что дурак, что ли, это вообще не едят. А тут уже, да, тут он попал, да? Но если хотя бы кто-то, то есть какой-то минимум, объективный минимум, адекватных людей, такие семена употребляют в пищу, то все равно это аргумент. Он скажет, ну ты не спрашивал, я и не говорил. Ты видел семена? Ну, купил семена. Я что, говорил, что они для посева? Нет. Поэтому тут такая вот история. А мухер пород лохаврона, если человек, например, продает, опять-таки, разновидности зерновых своему товарищу, тогда покупатель мекабера лаврова тинофет ла сеа, он должен, да, получить четверть кава, шелухи на каждую сеа зерен, которые купил. То есть одну, двадцать четвертую, потому что одна сеа, это шесть кава. А четверть сеа, соответственно, одна, двадцать четвертая от этого, он получает, как бы, да, шелухи, то есть, да, то, в чем она находится. Например, а если человек приобретает или продает тени им, инжир, мекабера лавалокех, эсер бетула от ламе, тогда получает покупатель с этим инжиром десять инжиров червивых на сто. То есть, да, мы говорим о нормах, которые, как бы, должны быть. Понимаете, человек может придти и сказать, слушай, я у тебя купил там сто килограмм пшеницы, и ты знаешь, там получилось, там, да, одна двадцать четвертая часть, вообще там пшеницы не было. Мы говорим, ну, это норма. Когда получаешь пшеницу, имей в виду, там будут какие-то, да, семечки, которые там не прогрызаются, будет какая-то, да, они будут еще, может быть, там, в шелухе, камушки, может, попадутся. То есть, имей в виду, одна двадцать четвертая и то же самое с инжиром. В каждой сотне у тебя будет, да, будет десять червивых. То есть, ты должен, как бы, понимать, что такое, как бы, в пределах нормы. Мартеф шальяйн. Человек, продающий Мартеф шальяйн на хавейро. Мартеф – это мера, какую-то большую меру жидкости вина. Получает, да, он должен понимать, что там будет десять косы сот. Десять бочек вина, испорченных, на сотню. Ага, то есть, я тебе привез корабль вина, да, там, там, четыреста бочек. Вот, имей в виду, что сорок бочек моют, как бы, погрешность, может быть, они уже стали уксусом. То есть, десятина, десятая часть. Окей, да, если, если Бартанура приводит, что в этом будут какие-то отличия, сейчас посмотрим. Да, на практике. Канканим де Шарон. А это что такое? Бешарон, башарон. Канканим. Шифла, что прах земли Израиля между Яфу и Хайфой в глиняных горшках. Интересно, а что земля между Каевой продавалось? Он должен понимать, что там будут кувшины, которые не просохли, как положено, и они дадут трещину. лэхоль мээканканим. Да, то есть, десять на сотню. Тоже десять. Десять киста таких кувшинов дадут трещину. Давайте, во-первых, посмотрим, что это за прах. Да. Придешь? Что значит, Шарон? А, просто. Да, между Яфой и Хайфой было огромное количество гончаров. И они делали глиняные кувшины. Так вот, имей в виду, что статистика такая, что если ты покупаешь сто кувшинов, десять из них недостаточно пропекутся и дадут впоследствии трещину. Да, будь к этому готов. Это тоже как бы является, то есть, какая-то такая норма. А до этого мы говорили, человек, который продает МАРТЭФ. Окей. Да, остальное мы все правильно поняли. Так, а что касается Бартануры, вот давайте посмотрим. О, вот Бартанура много. Косы сок, Яйнра, плохое вино, да, что если покупаешь 100 бочек вина, 10 испортится. Има МАРТЭФ ШЕРХАВЬЁТ ГДОЛОТ МЕКАБЕРАЛАВ ЭСЕРХАВЬЁТ ГДОЛОТ Да, то есть, если это бочки большие, то, соответственно, из 100 больших бочек 10 больших бочек. А если МАРТЭФ ШЕРКОРОТ КАДОТ МЕКАБЕРАЛАВ ЭСЕРКОДОТ А если это было в кувшинах, то это будет 10 кувшин. ВЫДАВКА КЕШЕ АМАР МАРТЭФ ЗЕАНИМУХЕРЛЕХА И КАДОЧЕ ГДДМАРТЭФ ТАМ, ДА, он говорит ТАМ, ЦЕНТЕР ТИБЕ ПРАДАЮ, ДА, ВЛАМАКФЕ, МАРТЭФ ЗЕАНИМУХЕРЛЕХА, ВОТИТЬЕ ПРАДАЮ ЦЕНТЕР, ВЛАМАКФЕ, КЛОМАР, ЛАСИМ МЕТОХ ИДБАШИЛЬ, ЛАСИМ БЕТОХ ИДБАШИЛЬ, АВАЛЬ ИМАМАР МАРТЭФ ШАЛЬЯН, АНИМУХЕРЛЕХАЛЕМАКФЕ, АГА, ВОТ, КАДКУРАЙНСОМ ПРИВОДЕТ, КЛОМАР ЛАСИМ БЕТОХА ТАВШИЛЬ, ТОЕСТЬ, Я ПРОДАЮ ТЕБЕ ВИНО, В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ КЛЕДЕ, НО ЕСЛИ ОН ЕМУ ГАГАТ, Я ТЕБЕ ПРОДАЮ ВИНО, ДЛЯ ПИТЬЯ, ОН ДОЛЖЕН ДАТЬ ЕМУ ВСЁ ХОРОШЕЕ ВИНО, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ЭТО ПИТИВОЕ ВИНО, ТО ОНО ДОЛЖНО БЫТ СОВСЕМ ДРУГОГО КАЧЕСТВА, ОНО ДОЛЖНО БЫТ ОЧЕНЬ ВЫДИРА, ОНО НЕ ПОРТИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ИЗ НЕГО, БЕРУТ И ПОЛЬЗУЮТСЯ ИМ ПОЧИЧУТЬ-ПОЧИЧУТЬ. ВИМАМАР СТАМ ЯЙН АНИМО ХЕРЛЕХА, А ЕСЛИ ОН ВООБЩЕ НЕ УТОЧНИЛ, ДЛЯ ЕДЫ, ДЛЯ ДОБАВКИ В ЕДУ, ОН ЭТО ВИНО ПРОДАЁТ, ОЛИ ДЛЯ ПИТЬЯ, А ПОТОМУ ЧТО ИЗ НЕГО ВИНО, АНИМО ХЕРЛЕХА ВИНО ЗАХАЛЛА МАКФЕ, И ДАЖЕ ВОБЩЕ НЕ СКАЛО, ЧТО ВИНО, А ФИЛЛУКУЛО ХОМБИ ЦИГИО, ТАГДА ДАЖЕЕСЛИ ВСЕ СТАЛО УКСУСАМ, ТО ОН НЕ МОЖЕТ НИЧЕГО ПРЕДЯВИТЬ. ОК, А ПРО КУВШИНЫ МЫ ПОНЯЛИ. И ШАРКОВА, ДЛЯ, МЫ УВЕРЕННО СДЕЛАЛИ ДВЕ МЕШНЫ, ПЕРВАЯ И ШЕСТОЙ ГЛАВЫ. ДАВАЙТЕ ТОЛЬКО СКАЖЕМ, ЛАХЕЙНО, БАИТ ИСРАЛЬНО, БЦСРАО, БЦСРАО, БЩВЬЯ, ТАГЖЕ, ДАВ, ЗАВСДРАВВЛЕНН, ИССАГ, БЕН МЕРИЯМ, ОРОН, ТОВИД БЕН, РИВКА, ИЛИАУ, ДАВИД, БЕН, МИРИЯМ, МИХАЛ, БЕН, РАХЕЛ, ЛАВДИН, БЕХАИМ, НАМИТИМ, НАЛУ, НЕШМАТ, ГЕНАДИЯ БЕН, ХЕРСЬ, ДДР, БЕН ОВРАН, СКАЯМ, СКАЯМ, ИУССЦАП,��이イ, ДП, Savior, НЕЕЗМАТ, ГЕНАДИЯ БЕН, СКАЯМ, ИЛИАД, БЕН, ГЕНАДИЯ БЕН, Субтитры делал DimaTorzok Можно сделать сегодня, нет А сам Пурим Можно сам Пурим Потом у нас будет В воскресенье уже все, Пурим наступил Не, не, надо сделать До чтения Мегелата То есть надо сделать либо в субботу ночью Либо сегодня Все, брат, я понял Ты сказал, я тут тоже положу Как раз ты сказал Это я должен именно в Ешиву прийти положить Или я могу сделать дома здесь положить А потом как-нибудь занести там По возможности, когда пойду Да, братики, деньги идут бедным Ты вообще можешь маме дать Я так и планировал Все Главное сказать Взять деньги по 750 рублей на человека Всю семью Даже за ребенка И за детей, правильно? Да, даже за Ребенка в члене матери То есть по-сифарски надо За всех членов семьи По 750 рублей Говоришь, главное сказать Зехер Ле махацита шекеля Потом это в дзаку даешь Все, брат, спасибо 700 рублей, да? 700 рублей 750 тут написано По-сифарски По-сифарски вообще 3 копейки А по-сифарски, видишь как Сипарадим Спасибо Закубару Спасибо Верухим Ти-ю